В России выявлено 8404 новых случаев заражения коронавирусом. Этот коронавирус ходит по кругу. Для испытания вакцины отобрали две группы добровольцев. Я сразу в таких случаях вспоминаю фильм «Заводной пельсин». Он счастливчик, конечно же. И там, и там. Почему «Заводной пельсин»? Потому что Мальколь Макдауэлл играет и там, и там. Замечательный актер. Фильм моего детства, счастливчик. Помните, как он подписался за 150, кажется, фунтов, да? Чтобы там с ним исследования проводили. И там потом понял, что его сейчас будут оперировать. Что-то с ним делать серьезное такое. Оделся и сваливает. И в какую-то... К палату зашел, а там такой друг лежит под одеялом. И он говорит, тебе сколько заплатили? Там 150, тут больше. Ты что, все срывает? А там голова человека, а нижняя часть кабана такая трясется. Вот я всегда, когда говорят про добровольцев и для испытания чего-то, я всегда вспоминаю этот фильм. В России запустили быстрое тестирование на антитела коронавирусу. Говорят, 14% имеет антитела. С чего это они вдруг появились? Говорят, прививки, которые были сделаны раньше. В частности, вот это БЦЖ, да? Или как она там? Власти отказались от особых правил увольнения простоя во время пандемии. Мантуров отчитался о снижении цен на медицинские маски в России. Какая прелесть, да? Кудрин анонсировал усиление цифрового контроля за расходами россиян. Обратите внимание, это счетная палата, которая должна контролировать бюджетные расходы. А они пытаются контролировать расходы россиян. Отлично. О, 5 баллов. Молодец, Кудрин. Я говорю, то есть у нас два пути. Это кибернародовластие и кибертирания. Они уже все создают для кибертирании. Все уже создали практически. Они просто еще сами немножко не понимают, не догоняют. А так уже, в общем-то, у них все готово. Медведев. Число киберпреступлений в РФ выросло на 85%. Что за дегенерат, а? Вот как коммунисты все сравнивали. По сравнению с 2013 годом, помните, там, в операции и другие приключения. Шурик, когда говорит, там, это, насколько там, там, сколько-то поставлено плит. Это на сколько-то процентов, да, больше, чем в 1913 году. Газовых плит, когда не было ни одной. А так вот и здесь. Чем не сравнивает киберпреступления с 2013 годом. Скажет, вот на сколько выросло. Понятно, что если информационный мир развивается, значит, и преступления в этом информационном мире будут расти. Уходить из мира физического в мир информационный. Ну, видите, вот он такую мудрость сказал. И Россия заняла 124 место в рейтинге стран мира по уровню расходов на здравоохранение. Да, вот тут пишут, что Маска 30 рублей. Ну, да, везде по 30 рублей. Но они сказали, что в среднем по 14. Ну, какая разница? Даже 14 – это дорого. 124 место в рейтинге по уровню расходов на здравоохранение. Можете себе представить? Просто 124 место. Надо понимать, что более половины расходов на здравоохранение разворовываются. Разворовываются. Расходы на здравоохранение в США, где оно, здравоохранение платное, да. А расходы бюджетные в 96 раз больше, чем в России. Можете себе представить? В 96 раз. А численность населения, ну, если верить путинской цифре, да, то в два раза только больше. Можете себе представить?